Книга называется «Интлюзионская логика», которую я в своё время написал вместе с покойным профессором Хоханьяном. Найти её в интернете. «Интлог.эндэвит». «Бравор» работал в 1908 году. И вот создавался «Интлюзионизм». А теория алгоритма, как подраздел математики, базоваться на 30-е годы. Только в 30-е годы. И поэтому, может, даже повезло интузионизму, что в то время ещё не было понятия алгоритма как такового, как инструментарий. И вот развивался в таком-то интуитивном смысле. Но потом, когда, например, человек развивался, возникло естественное представление, что мы говорим, что там общий метод и импликация. То есть мы высказывали себе доказательства. Что доказательство – это некоторый объект конструктивный, текст. Теперь доказательство А влечу Б – это значит предъявить алгоритм, который любое доказательство перерабатывает доказательство Б. Такая для всех х алгоритм, который по-любому х даёт доказательство. Вот получается то, что называется конструктивная семантика. Отсюда получается много современной науки, компьютер-сайлс называемый, конструктивная логика – это неотъёмная часть. А именно, если мы доказали интуитивционистскими средствами такое мы сказали в любых существительных игр, что А в ИГРах, то из интуитивционистского доказательства извлекается алгоритм, который по-любому х в ИГРах строит. Это реально использовалось, и это, получается, что эта часть называемая логическо-программированием в широком смысле. Поэтому не надо ломать полу по стране алгоритма, надо формулировать спецификацию, как связано, и чисто логическими средствами, только вывести в какую-то там теорию интуитивционистской предъявленности, что для любого х в ИГРах существует. И уже с самого доказательства извлекается алгоритм. Ну, для этого тоже заводная возможность. То есть это то, что в современной использовании. То есть начиналось всё с парадокса, с парадокса множества, то есть они, к нему, сами чудаки такие вот, да? Они запрещают поиск в том, что он третий, а всё это вылезет, в конце концов, современные математики, информатики, это то, что надо, так сказать.